Вы смотрите новости на Солнце ТВ. В студии Дарья Янченко. Здравствуйте. О заметных событиях региона расскажем сегодня о выпуске. А пока коротко о главных темах. Вынужденная мера. Инспекторы ГИБДД будут эвакуировать автомобили рыбаков, мешающие проезду. На высшем уровне Сахалинская область примет участие в федеральном конкурсе по благоустройству общественных пространств. 35 лет в островной столице прошли памятные мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана. Региональный бюджет получил дополнительные средства. 688 миллионов рублей выделит резервный фонд правительства Сахалинской области. Деньги пустят на две госпрограммы, связанные с образованием. Соответствующие поправки в закон об областном бюджете на текущий год и плановый период приняли в облдуме сразу в двух чтениях. Так, грант в размере 468 миллионов уйдет в Сахалинский госуниверситет. Средства предоставят в форме субсидии. Сейчас в ВУЗе создают научную и производственную инфраструктуры. Деньги дадут под аренду и обустройство этих помещений. Министр финансов России Силуанов особо подчеркнул, из 89 субъектов Российской Федерации, 8 субъектов, в том числе Сахалинской области, значит, определены приоритетными и предусмотрены в бюджете и федеральном бюджете. Ну и, соответственно, конечно, приоритет, то есть строительство кампуса Сахалинской области. Еще 220 миллионов получит Институт развития и образования Сахалинской области. Средства пойдут на профессиональную подготовку кадров. Дефицит регионального бюджета останется прежним – почти 39 миллионов рублей. Сотрудники госавтоинспекции в четверг отправились в одно из мест – паломничество рыбаков. В центре внимания инспекторов оказался прибрежный участок в Долинском районе. Накануне там возникли проблемы с проездом транспорта по федеральной трассе. Любители подледного лова в некоторых местах не оставили шанса для движения грузовиков и автобусов. Движение на трассе, связывающее юг и север острова, остановилось за Стародубским. Очевидцы снимали ситуацию с разных сторон, в том числе и в эпицентре проблемы. Ну вот мы встали. Шахтерский автобус и Паранайский. Примерно это 65-й километр между Советским и Найвой. Телеграм-канал ЧП Сахалин сообщил, что до точки назначения не смогла проехать даже скорая. Она двигалась к месту ДТП, которое произошло между Ильинским и Арсентьевкой. Помощь нужна была двум пострадавшим. В итоге на срочный вызов поехала другая бригада из Тамаринского района. А в четверг утром в управлении госавтоинспекции предупредили рыбаков о санкциях за неправильную парковку. Автомобили, затрудняющие проезд пассажирского сообщения, а также создающие препятствия для других транспортных средств, будут эвакуированы на специализированную стоянку города Южно-Сахалинска. Информация, кажется, мгновенно разлетелась по группам любителей подлюдного лова. Рыбаков в четверг в том районе было гораздо меньше. Возможно, причина не только в предупреждении. Говорят, что в среду клев там был, мягко говоря, неважный. И сегодня попытать удачу в те места поехало гораздо меньше охотников за корюшкой. Сегодня, 15 февраля, сотрудниками госавтоинспекции при осуществлении организации дорожного движения на данном участке нарушение правил парковки и препятствия для движения транспортных средств не выявлено. В госавтоинспекции пообещали и дальше держать обстановку на контроле и советуют рыбакам не доводить ситуацию до эвакуации. Ведь машины обещают отвозить в Южно-Сахалинск. А такая доставка может обойтись в круглую сумму. Алексей Трелицкий, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ Сахалинская область готовит 12 проектов для участия в конкурсе по формированию комфортной городской среды. По одной заявке поступит из разных районов. Это скверы, парки, площади и набережные. Некоторые из них уже построены в рамках госпрограммы, но выдвигаются для продолжения благоустройства пространства. В случае победы муниципалитет получит федеральные гранты для реализации идеи. Территорию выбирали сами жители. Эти места наиболее популярны у местного населения и туристов. Проекты по обновлению или созданию нового пространства разработали профессиональные архитекторы, учитывая интересы людей разного возраста. Это больше, чем просто благоустройство. Обязательно должно быть участие населения по выбору, социальное проектирование, где обсуждаются с ними общественные пространства, чтобы они хотели видеть. Это также участие бизнеса, то есть должна быть экономическая составляющая. То есть эти общественные пространства, которые появляются, создаются, они должны быть точками притяжения. Строительство и реконструкция общественных пространств, выбранных в этом году, начнется в 2025-м. Повлиять на победу могут только сами сахалинцы, участвуя в голосовании. День памяти ветеранов боевых действий отметили в Южно-Сахалинске. 35 лет назад, 15 февраля 1989 года, последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Посвященные героям Отечества мероприятия прошли в четверг по всей стране. На площади славы собрались воины-афганцы, ветераны Чечни. Конфликтов на территории республик бывшего СССР, Сирии, а также СВО. В настоящее время в области проживает несколько тысяч участников боевых действий. Они и их семьи нуждаются в поддержке, уверен многолетний руководитель региональных ветеранских организаций. Проблема самая главная, чтобы у ветеранов боевых действий, сейчас и нынешних, и прошлых, чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне, что если они погибнут, что их семьи, родители не забудут, как он у нас до сих пор делит. Семьи погибших в Афганистане получали по пять тысяч, а это по тысяча двести. Не надо делить никого. И главное, чтобы была уверенность в завтрашнем дне, как это было в старые добрые времена, когда я был еще в Советском офицере, что они могли поступить на работу, все пришли, устроили, то есть отношения человеческие. После минуты молчания и оружейных залпов к мемориалу возложили цветы. В церемонии приняли участие ветераны, курсанты клуба «Десантник» и юнормейцы, а также представители общественности, органов власти и депутаты. Детсадовцам Южно-Сахалинска рассказали о правилах поведения на дорогах в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». Для ребят провели активную встречу в игровой форме. Участниками стали не только дети, но и их родители. Малыши потренировались переходить дорогу только на зеленый свет, повторили значения знаков. Кроме того, они научились правильно пересекать зебру с самокатом или велосипедом, а также примерили шлем, наколенники и налокотники. Ребята в игровой форме всегда заинтересованы и с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, во всех конкурсах, активно отвечают на вопросы, где-то даже сами рассказывают, что и как нужно, как себя вести, и как действовать в той же ситуации. Поэтому от детей всегда отдача идет в любом случае. Во всероссийской акции «Безопасность детства» принимают участие все дети школьного и младшего возраста, обучающиеся в Южно-Сахалинске. Темы посвящены не только правилам дорожного движения, а также поведению на водоемах, на льду, дома и на улице. Воспитанники «Кванториума» при гимназии номер 3 Южно-Сахалинска реализуют проект по аквакультуре. Его изюминка в том, что молоть лосося дети выпустят в реку Рогатка, протекающую по городу. За закладкой икры наблюдал Дмитрий Зелинский. Этот 700-литровый аквариум – рыборазводный завод в миниатюре. Его создали квантарианцы, занимающиеся биологией и IT. Здесь вырасят мальков-киты, которых в мае выпустят в Рогатку. В этой нерестовой реке лосось появляется редко. Авторы проекта хотят это изменить. Мы проводили, получается, опыты с ребятами, также биохвантами. Мы проверяли на количество нитратов, количество вредных показаний. Она соответствует норме, так что вполне реально сейчас запустить туда рыбу и вновь сделать ее непосредственно плодотворной. Вырастить лосося – дело непростое. Несмотря на хорошую выживаемость молоди у ребят, а она более 90%. Год назад проект потерпел фиаско. Из-за ухудшения качества воды мальки погибли. Айтишники доработали систему, следящую за температурой, мутностью и содержанием кислорода в аквариуме. Это устройство на данный момент у нас уже частично оно готово. Конечно, не особо лицеприятный вид пока что дети сделали. То есть у нас уже все блоки датчиков подключены. Сейчас наша главная задача – это сделать систему оповещения при экстренных ситуациях, то есть когда показатели воды в критических условиях находятся, и также сделать автономный источник питания для нее, чтобы при отключении света она могла работать. А плодотворенную икру кванториум привез директор рыборазводного завода. Аппарат для контроля воды разрабатывают по его заказу. Крохотные эмбрионы заняли место на галечном дне аквариума. Здесь они вылупятся и подрастут. Сейчас заходы лосося в реки областного центра единичны, но это можно изменить, очистив водоемы и начав искусственное воспроизводство. На сегодняшний день, согласно рыбохозяйственной характеристике водного объекта реки Рогатка, которая впадает в Сусую, имеются нерестовые площади, как горбуши, как киты, так и семы. Я думаю, это возможно, просто объемы должны быть больше. На базе технопарка Кванториум, насколько мне известно, там порядка тысячи мальков было заложено. Но этого количества недостаточно, надо порядка 4-5 миллионов штук, чтобы со временем туда пошел возврат. Система мониторинга воды, созданной кванторианцами, стоит на порядок дешевле, чем фирменные аналоги. Ее будут использовать на рыбозаводе на реке Красноярка в Холмском районе. Ну а мечта детей о заселении Рогатки рыбой однажды может исполниться. Возможно, они сами в будущем в этом поучаствуют. Дмитрий Зелинский, Алексей Нестеров, Александр Тютюников, Андрей Лангерман, Солнце-ТВ. В Южно-Сахалинске состоялся фестиваль детского творчества «Восточный Новый год». Его проводят среди коллективов воспитанников дошкольных учреждений города. Около 20 команд выступили на сцене Центра народного творчества «Радуга» с концертными номерами. Ребятам также помогали и взрослые. В фестивале приняли участие более 130 детей и около 70 педагогов и родителей. В этом году мероприятие приурочили Году семьи и Году культуры России и Китая. В этом фестивале участвуют дети, которые находятся у нас в проекте развития ребенка в биполилингвальной среде. То есть у этих ребятишек в группах постоянно находятся педагоги, говорящие на иностранном языке. И дети, в принципе, не знают, что они говорят на русском. Тем самым создается определенная развивающая среда для детей. В рамках фестиваля также прошли мастер-классы. Ребята создавали национальный корейский костюм в технике оригами и рисовали открытку. В Сахалинском художественном музее проходят мастер-классы по рукоделию. Их приурочили к выставке, где представят работы женщин-представительниц коренных народов Севера. Для гостей свое мастерство одной из первых представила искусница из Якутии Аксинья Ефимова. Подробности расскажет наш корреспондент Валерия Елисеева. Аксинья Ефимова использует два способа для создания своих работ. Это плетение бисером и вышивка с помощью волос оленя. Вышивка под шейным волосом у нас вышивается на изделие, например, бьюк оленей. Вышивка под шейным волосом, вот цветная вышивка бывает. А также на фартуке, называется нелыкан, женском фартуке тоже вот. И на фартуке сразу определяется, какой цвет у девушки, да, светлый. И вот соседи сразу, да, эта девушка не замужнее, например. А более пожилым, вот темным цветом. Олень играет огромную роль в жизни народов Севера. С ним связано множество древних преданий. Например, по поверью, белый волос обладает защитными свойствами. А крашенный ольхой цвет означает силу рода. Участники мастер-класса научились не только вышивать, но и познакомились с культурным наследием оленеводческого народа. Мастер-классы я решила все-таки перенять у кого-то, посмотреть, как другие занимаются. Вообще, я занимаюсь давно уже рыбикожей. И изделия у нас находятся и в Пекинском национальном музее, и в Сахалинском областном музее. Вот изделия мои есть. Серия мастер-классов приурочена к выставке «Женщины Севера. Искусство быть мастерицей». Мы решили объединить несколько мастериц Дальневосточного региона. И для этого пригласили мастериц Хабаровского края, с Камчатки, с Чукотки, с Республики Саха, Якутия. И, конечно же, представлены наши мастерицы, из наших сахалинских мастериц. Кроме этого, пройдут ещё мастер-классы по плетению пояса. Ульчи в Хабаровском крае на Амуре единственные, кто плели пояса из ниток. Выставка «Женщины Севера. Искусство быть мастерицей» откроется в пятницу, 16 февраля, в Областном художественном музее. О менее заметных, но значимых новостях региона сейчас коротко расскажет мой коллега. Сахалину нужно возводить вторую очередь тепловой электростанции «ГРЭС-2». Об этом на федеральном уровне заявил губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона поднял этот вопрос в ходе совещания под председательством министра энергетики страны. Островам нужны энергетические мощности, без которых область рискует затормозить в экономическом и промышленном развитии. Глава профильного ведомства поддержал губернатора. Напомним, первую очередь «ГРЭС-2» ввели в эксплуатацию в 2019 году. 6,5 тысяч островитян сменили аварийное жилье на комфортное в прошлом году. Большая часть из них получила квартиры с отделкой под ключ. Чаще всего расселяют людей в Долинском районе. Новым жильем в 2023 году там обзавелась почти тысяча жителей. Также в лидерах Холмский и Ахинский районы там суммарно переехало свыше 1300 островитян. Год семьи объединяет спортивные учреждения Южно-Сахалинска. Они присоединяются к проекту «Спорт в семью». Он будет идти в течение 12 месяцев. У нас, конечно же, семейный фестиваль ГТО. Мы очень часто встречаем семейные пары, семейные подряды, бабушки, дедушки. Это очень радует. Ну и в этой связи мы сделаем наш фестиваль более масштабным. Мы призываем наших горожан участвовать в этом мероприятии. Собственные проекты готовят спортивный город и школа греко-римской борьбы. Напомним, всей семьей это всероссийский конкурс. Поучаствовать в нем могут все. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте портала. В Южно-Сахалинске отметили самые активные ТОСы. В ходе торжественной церемонии наградили 11 председателей и замов территориальных общественных самоуправлений. Конечно, будут отмечены те ТОСы, которые наиболее ярко проявили себя в этом году. Уверен, что для остальных это будет стимулом к тому, чтобы в этом году также продолжать ту активную деятельность по ТОСах, в своих ТОСах, которые уже начаты. На сегодняшний день в Южно-Сахалинске 109 ТОСов в городе поддерживают и популяризируют эти объединения. Ежегодно проводят конкурс на лучший проект по благоустройству территориальных общественных самоуправлений. Он позволяет гражданам получать грант на реализацию деятельности. В прошлом году его вручили 18 ТОСам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Двери от «Инперии» 25 лет с вами. Какая связь между новой дверью и крепким сном? Ответ. Купи новую дверь до 30 апреля и выиграй приз. Ждем вас в Южно-Сахалинске, Корсакове и Холмске. Подробности по единому номеру 505 500 и на сайте www.505500.ru Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»